Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятки вопросов и вдвое больше предложений. В зале неравнодушные жители железнодорожного района обсуждают с главой города Еленой Лапушкиной самые наболевшие темы. Люди пришли с просьбами о ремонте пешеходных дорожек, освещении, переносе контейнерных площадок, необходимости обновления внутриквартальных проездов и ямочного ремонта дорог. Всестороннюю поддержку в решении этих вопросов жителям железнодорожного района оказывают со стороны администрации города и района. Порядка 12 дворов в этом году уже капитально сделают внутриквартальные проезды. Частично, возможно, будет ямочный ремонт, но эти адреса, конечно, вам скажут специалисты района и глава внутригородского района. В качестве приятного бонуса вопросы уже решенные. Так, жители одного из домов железнодорожного района долгое время не могли справиться с бездействием своей управляющей компании. Люди утверждали, что свои обязанности УК выполняет недобросовестно. На собрании дома управляющую организацию решили поменять. Процедура не заняла много времени и прошла в короткие сроки. На встречу с главой города жители пришли, чтобы выразить свою благодарность уже действующей УК. Эти благодарности, они действительно на вес золота. Давайте все-таки не забывать, что хозяева вы, вот вы и только вы, мы можем вам быть в помощь, мы можем давать консультации, но управлять вашим домом будете вы всегда. Да, все зависит от вас. Для того, чтобы поддержать интересы общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в помощь жителям многоквартирных домов в регионе работает проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Некоторые председатели товарищ-собственников жилья не знают, как решить юридические вопросы и добиться от управляющих компаний выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано 216 таких встреч. В них приняли участие более 7 тысяч активистов. Кроме того, в помощь жителям столицы региона создаются 145 территориальных ресурсных центров. В железнодорожном районе Самары их будет три. Два раза в неделю на площадке территориальных ресурсных центров будет вестись работа как по приему жителей, и вас как активистов, консультирование непосредственно инспекторов к ЖИИ раз в месяц, консультирование от других соответствующих структур. Кроме того, я думаю, наверное, было бы неплохо, если бы мы туда приглашали в качестве третейской площадки управляющую компанию. Активная работа идет и на платформе ГИС ЖКХ, при помощи которой можно задавать вопросы на коммунальную тему и получать обратную связь. Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова разъяснила жителям ее преимущества. Это новое направление, которое позволяет сделать участие каждого жителя в управлении своим домом максимально удобным. Производить беспроцентную оплату коммунальных услуг, запрашивать общие сведения о доме, управляющей организации, проводить собрания собственников в онлайн формате. Эта система была доработана. Теперь это тот пул возможностей, который мы с вами можем реализовать бесплатно. То есть эта система именно для нас с вами. В нее вложены колоссальные средства государству, и поэтому эта система, безусловно, должна работать, должна нами с вами использоваться. Часть вопросов коснулась благоустройства городских пространств и территорий. Изменить пространство вокруг своего дома можно тремя способами. Приняв участие в программе «Твой конструктор двора», в губернаторском проекте «Содействие» или в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Что и сделали жители дома номер 6 по улице Мяге. На встрече с главой города они рассказали, что подать заявку на участие в программе «Содействие» решили для того, чтобы комплексно обновить свой двор, обустроить спортивную площадку и парковочные карманы. Дизайн проект нового двора жители создавали сами. Мы стали думать о действии, как же все-таки это привести в действие. Организовали инициативную группу, естественно, во главе со мной. Подали документы, опять же, с администрацией Железного района весной 2021 года. В настоящее время идут работы по поиску подрядчика для будущего благоустройства дворов по Мяге. В то время жители домов, которые располагаются у сквера Санфировой, отметили нехватку скамейк для отдыха. Главе города Елене Лапушкиной обратилась Ольга Ушакова и рассказала, что раньше лавочек было больше. Вот здесь вот стояли две скамейки. Она одна так, другая так. Вот на этом вот здесь тоже две скамейки стояли. Мэр города совместно с главой Железнодорожного района Вадимом Тюниным и руководителем департамента городского хозяйства и экологии Олегом Ивахиным приняли во внимание просьбу жителей и обещали найти возможность установить дополнительные скамейки. Она это сама увидела, она с этим согласилась, она дала определенную здесь вот, ну, как сказать, команду, что ли, это самое, не просто посмотреть, а принять это внимание и вместе с жильцами, где вот это вот расставить, все это сделать, дополнительно сделать здесь клумбы. Встречи главы Самары Елены Лапушкиной жителями пройдут во всех внутригородских районах. Самарцам напоминают, чтобы подать заявку на ремонт внутридворовой территории, жителям домов нужно объединиться и обратиться в районную администрацию, где сформируют списки и организуют договорные работы. А узнать, как это сделать грамотно с юридической точки зрения, активисты могут на площадках проекта «Мой дом». Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Совсем скоро Самара превратится в настоящий цветущий сад. Традиционно весной во время месячника по благоустройству профильные службы озеленяют территорию города, высаживают деревья и кустарники. Материалы для этого круглый год выращивают в питомниках одного из муниципальных предприятий. Михаил Ермоленко узнал, какие культуры украсит город в этом году. Десятки оттенков зеленого, деревья и кустарники. 190 тысяч растений круглый год выращивают на территории питомника муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Около 40 видов лиственных и хвойных деревьев и еще столько же кустарников. В этом году в рамках месячника по благоустройству новые зеленые насаждения появятся почти по всей территории города. Чтобы растений хватило на всю Самару, мало бросить в землю семечко, рассказывает Петр Тимофеев, агроном с 36-летним стажем. Саженцы требуют ухода круглый год. От полива и прополки до формирования кроны секатором. Есть такая поговорка некоторая, а что у вас тут не работает? Бросил семечко и вырастил. Чтобы семечко бросить, вырастить, я говорю, 10 лет. А то бросил семечко, да ничего не будет, бурьян растет. А здесь каждый, мы посадили их тысячу, если 33 приживутся, это не работа. Поэтому здесь уход больше, они приживают, где-то порядка 80% приживания должно быть плановое. На 40 гектарах самарского питомника выращивают как крупномерные лиственные и хвойные деревья, так и небольшие кустарники. В этом году объем работы чуть больше. Помимо парков, скверов и аллей с зелеными насаждениями засадят территории, которые обновляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этих участках появятся новые каштаны, липы, березы, можжевельник, барбарис, кизильник, жасмин и сирень. Готовятся специалисты предприятия «Спецремстройзеленхоз» и к проведению Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Чтобы украсить к празднику город, уже начали высаживать в специальные вазоны туи. Туи сорта «Сморакт» были выбраны не случайно. Они лучше всех остальных держат свою форму. 100 таких колонновидных туй уже к 1 мая выставят на маршруте проведения фестиваля «Всероссийская студенческая весна». Эти хвойные растения высотой в 3,5 метра установят вдоль уличнодорожной сети в центре города. Уход за ними будет особенным. Помимо полива и подкормки, специалисты на протяжении всего сезона будут собирать с них семена, которые добавляют к зеленому цвету оттенки рыжего. Все для того, чтобы они как можно дольше радовали самарцев и гостей города своим видом. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Провести время в приятной компании с пользой. Самарские студенты и общественники вышли на средник в сквер экономистов. Эта территория претендует на благоустройство по программе формирования комфортной городской среды в следующем году. Как сквер приводит в порядок летнему сезону, расскажут наши корреспонденты. На уборку, как на праздник, под музыку из полевой кухни студенты вышли на средник в сквер экономистов в советском районе города. Светлана Улаева учится в Самарском государственном экономическом университете. Рассказывает, что с однокурсниками часто бывает в сквере, но в этот раз в качестве волонтера наводит порядок после зимы. Он очень дорог, наверное, нашим студентам, потому что многие проводят здесь время, возможно, на переменах или в неучебное время. Поэтому мне очень нравится, что многие студенты сегодня вышли и помогают городу, району. Район и администрация обеспечила участников средника необходимым инвентарем. Вместе с волонтерами и студентами убирают территорию сотрудники службы благоустройства. Присоединиться могут и неравнодушные жители города. Весна всегда период такой времени, когда у нас много после зимы остается мусора всякой, и листва осенние, и прочее. Нужно навести порядок в городе. Как выходишь утром из дома, увидел, трава растет, цветы цветут, деревья, все чистенько, мусора нет. И душа радуется, и на работу идешь с праздником, и на работе все получается. Сквер экономистов находится в границах улиц советской армии Блюхера. Рядом пятиэтажные дома и два вуза, поэтому место для прогулок популярное. Университетское сообщество старается задавать тренд на поддержание порядка. Это не просто приучение к труду. Это воспитание такой социально активной позиции, что порядок в нашем городе может быть обеспечен только нашими собственными усилиями. Сквер экономистов претендует на благоустройство в следующем году. И именно жители города могут определить, какое общественное пространство приведут в порядок в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда». Проголосовать за любую понравившуюся территорию можно до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги, а также с помощью волонтеров. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Водные процедуры для самарских дорог. Во второй декаде месячника по благоустройству в городе традиционно начинают влажную уборку улиц. Подрядные организации ежедневно выходят подметать и мыть дороги. Поливомоечная техника распределена по всей территории города. На балансе подрядных организаций таких спецмашин около 70. В распоряжении участка муниципального предприятия, который занимается содержанием Ленинского района, 4 машины. В каждом районе работают. То есть это улица Фрунзы, Красноармейская, Вилоновская, Самарская. То есть все, что касаемо Ленинского района, каждый день производится уборка в уличной дорожной сети. Идет поливалка, за следом идут пылесосы. Все это собирается, вывозится. Пыль, грязь. У каждой машины свой маршрут движения. Работа бригад с использованием такой техники выстроена продуктивно. Примерно за одну ночную смену бригада Ленинского района тратит от 240 до 280 кубов воды. Влажная уборка на уличной дорожной сети города будет производиться до первых холодов. В Самаре сотрудники трамвайно-троллейбусного управления приводят в порядок контактные опоры. Их очищают от незаконных рекламных объявлений, красят, а затем наносят антивандальное покрытие. Как оно защищает, расскажем в нашем сюжете. Весна идет, весне дорогу, а незаконным рекламным объявлением бой. Сотрудники трамвайно-троллейбусного управления приводят в порядок опоры контактной сети в рамках месячника по благоустройству. Под особым контролем гостевые маршруты и площадки возле зданий, где пройдет Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Во время средника обновляли внешний вид опор рядом с ДК железнодорожников имени Пушкина. Сначала рабочие счищают незаконное объявление, затем наносят серебрянку. В завершении работы антивандальное покрытие. Специалисты отмечают, что в этом году материалов для обновления покрытия заготовили больше, чем в прошлом. Например, для антивандальной обработки 800 литров. Антивандальное покрытие при нанесении на металлическую опору образовывает что-то подобие тонкой резиновой пленки, в результате чего объявление либо совсем не наклеивается, либо там наклеивается, но плохо. Мы уже занимаемся обработкой антивандального покрытия, начиная с 2018 года, чемпионата мира. Когда очищаем потом повторно эти опоры, эти объявления очень легко очищаются. Их можно фактически руками снять. А если опора не обработана, то приходится скребком. Более такая тяжелая работа, более длительная, и люди устают. Поэтому эффект есть. Виталий Честных работает в бригаде, состоящей из трех человек. Говорит, общими усилиями за день удается привести в порядок около 20 опор. Всего в этом виде работ задействовано 18 человек, которые трудятся по всему городу. Процесс четко отлажен. Сначала первый рабочий отмачивает объявления и удаляет их скребком. За ним следует вторую, наносит краску. Третий – антивандальное покрытие, благодаря которому в следующем году привести эти опоры в порядок не составит труда. Ну как, все-таки будем говорить лицо города. Поэтому делаем работа сейчас одна, благоустройство, чистить опоры, красить, приводить в порядок. Введение МПТТУ более 8 тысяч контактных опор. За сезон с весны до осени обработать антивандальным покрытием удается порядка третий из них. Регулярно его наносят на объекты контактной сети в районе железнодорожного вокзала, по периметру площади Куйбышева и в других локациях, там, где трафик наиболее интенсивный. Также в этом году обработают часть опор в Куйбышевском районе, где построена новая контактная сеть для троллейбусов номер 6. Работами охватят участки, где проходимость большая, например, Пугачевский тракт. За незаконную расклейку объявлений предусмотрены штрафы, а для их легального размещения в городе есть информационные стенды. Сейчас их 831. Виктория Шара и Максим Гусев, События. За сутки в Самарской области зафиксировали 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 380 тысяч 300 человек. Такие данные в среду 20 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 170 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 370 тысяч 159 пациентов. В Самаре отметили Национальный день донора. Больше 200 горожан захотели спасти чужие жизни. В стране не остался и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев. Подробнее в сюжете Максима Магомедова. Помог людям дважды за один раз. Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев сдал кровь на станции переливания. На счету депутата это уже третья донация. Сегодня помочь удалось не только нуждающимся в крови, но и оказать материальную поддержку жителям Донбасса. Для меня стала хорошей традицией, что 20 апреля, это всероссийский день донора, я прихожу, сдаю кровь всем нуждающимся, кому она будет необходима. Те средства, которые мы получаем, как компенсация за питание после донации, сегодня я перечислю на нужды нуждающихся на Донбассе. Регулярный поток желающих сдать кровь на станции от 90 до 150 человек, но в день донора приходит традиционно в два раза больше. Кровь нужна всегда, в любое время. Неизвестно, что потребуется завтра, сколько ее потребуется, но Самарская станция переливания крови гарантирует своей работой, своей организацией работы, что все лечебные учреждения Самарской области будут обеспечены необходимым количеством компонентов крови. Каждому донору после донации выдали памятные подарки. А первые 100 посетителей станции переливания крови смогли получить анализ на наличие антител к коронавирусу бесплатно. Максим Магомедов, Василий Калдашов. События. «Откуда взлетает жар птицы» – так называется книга, презентация которой прошла в честь дня рождения первого директора детской картинной галереи Нины Иевлевой. В издании фотографии из личного архива Нины Васильевны, а также фоторисунков ее воспитанников. Она успевала и учить, и заниматься административной деятельностью. Особняк Клота, в котором размещается детская картинная галерея, достался Иевлевой в плачевном состоянии. Поздравить именинницу пришли не только ее ученики и их родители, но и областные и городские власти. Подробности в нашем сюжете. Для воспитанников первого директора детской картинной галереи Нины Васильевны Иевлевой вопрос, откуда взлетают жар птицы, а именно так называется книга-альбом, вышедший в ее честь, риторический. Они точно знают, жар птицы взлетают из этих стен. Это фотоальбом с биографической справкой, который отражает основные вехи творческой, педагогической и административной деятельности Нины Васильевны. Иевлевой исполнилось 82 года. Альбом содержит около 200 фотографий из личного архива именинницы, а также фотографии рисунков и композиций, созданных ее воспитанниками. Она уверена, у каждого ребенка есть талант. Важно его разглядеть. Неталантливых детей нет. Каждый ребенок, если на него не действовал учитель, родитель, он создает чистую индивидуальность. И это всегда очень гармонично. Нерисующих детей нет. Каждый ребенок талантлив, надо разглядеть. Ему нужно показать, в чем он талантлив. И не настаивать на том, чтобы он кем-то стал. Пусть он сам выберет. Поздравить именинницу в детскую картинную галерею пришли не только воспитанники и их родители, но также городские и областные власти. Нина Васильевлева – это, конечно же, замечательный и великий деятель культуры Самарской области и города Самары. Сам музей детской картинной галереи, находящийся в замечательном здании, особняке Клотта, это уже ее творение. Конечно же, сотни учеников, выпускников этой замечательной детской студии и ее воспитанники. Люди, которые получили эстетическое образование из рук, наверное, одного из ведущих педагогов нашей страны. Это все тоже ее наследие. Хочется пожелать Нине Васильевне здоровья, конечно же, еще много творческих лет ее жизни, но и, конечно, много учеников. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко вспоминает, раньше детская картинная галерея размещалась в театре оперы и балета. Она нуждалась в собственном помещении. Тогда и возникла идея открыть галерею в особняке Клотта, построенном в 1898 году из красного кирпича и известняка по проекту Александра Щербачева. Это было в 1991 году. Здание находилось в полуразрушенном состоянии, и Нина Васильевна проделала огромную многолетнюю работу по его восстановлению. Она обращалась за помощью к областным и городским властям, привлекала частный бизнес. Когда Нина Васильевна вошла в это здание, здесь не было той красоты, которая есть сегодня. Не было крыши, были везде щели. В данной ситуации был полный разруха. И вот Нина Васильевна из этой разрухи сделана храм Божий, я бы сказал, культуры, картины галереи, когда дети идут сюда с удовольствием. Имя Ивлевой в стенах культуры и в стенах, будем говорить, энтузиаста своего дела, оно вписано в летопись города Самары и Самарской области. Для слепых, слабовидящих и слабослышащих детей в рамках городской программы «Самары. Детям мы разные, мы равные» были созданы коллекции рельефов «Древний мир» и «Средневековье». Каждый рельеф сопровождается аудиокомментарием. За годы работы детской картинной галереи из ее стен вышли более трех тысяч выпускников. В фондах хранятся тысячи детских рисунков со всего мира. Работы профессиональных художников – коллекция авторских кукол. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. В Самаре покажут спектакли, выдвинутые на премию «Золотая маска». Их можно будет увидеть на сцене театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича в начале мая. Так, 3 мая запланирован вечер одноактных балетов театра «Урал-опера-балет» из Екатеринбурга. Это постановки «Няполь» на музыку Хольгера, Симона Паули и Эдварда Хельстеда, «Брамс Пати» на музыку Иоганнеса Брамса и вариации «Сальери» на музыку Антонио Сальери. 6 мая самарцам покажут драматические спектакли российского академического молодежного театра «Сын» Флориана Зеллера. Постановка номинирована на премию «Золотая маска» 22 года. Она расскажет о том, как решение отца создать другую семью влияет на жизнь сына-подростка. Эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самара Елена Лапушкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. 22 апреля в Самаре официально завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в городской администрации. Основанием для отключения отопления является среднесуточная температура наружного воздуха за последние пять суток от 8 градусов и выше. Когда батареи перестают нагревать, объявляется старт подготовки тепловых сетей к зиме. В общей сложности на их обновление перед отопительным сезоном 2021-2022 годов потрачено около 2,9 млрд рублей инвестиций. Это на 1 млрд рублей больше, чем планировалось. Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в 2020 году в ценовую зону теплоснабжения, так называемую «альтернативную котельную», пишет телеграм-канал «Вести с Дворянской». Администрация Красноглинского района напоминает в своем телеграм-канале, что до 27 апреля в поселке Управленческий по адресу Сергей Лазо, том 11, кабинет 25, организован пункт оказания помощи гражданам, желающим принять участие в акции «Бессмертный полк» по сканированию и оцифровке фотографий родственников участников Великой Отечественной войны. Сдай макулатуру, спаси дерево! Администрация Ленинского района рассказывает о всероссийском экологическом марафоне. Он построен на соревновательном принципе, муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры, борются за максимально высокое место в зеленой рейтинговой таблице области, выявляя самых активных граждан, достойных звания «Эко-героя». Победители акции награждаются ценными призами. А наш телеграм-канал «Самара ГИС» сообщает, что запускает новый проект «Российская студвесна. Возвращение к истокам». Самара – город ярких людей, смелых творческих экспериментов, родина всероссийской студенческой весны. 30 лет назад именно на берегах Волги фестиваль объединил молодежь всей страны и стал культовым. Знакомство зрителей с людьми, ставшими участниками и идейными вдохновителями фестиваля, телеканал начинает 22 апреля. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. О выпуске новостей смотрите на платформе «Рутюб». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин